всем привет дорогие друзья из солнечной алании сегодня 11 апреля и вчера 10 апреля в 10 часов вечера по телевидению выступил министр внутренних дел турции и сообщил о том что с 12 ночи вчерашнего дня то есть 10 апреля до 12 ночи воскресенье в стране вводится строгий карантин что это значит это значит что все сидят дома и на улицу смогут выходить только определенные категории граждан о них я вам расскажу чуть позже ну а сейчас вы можете посмотреть видео которое мы снимали на на рынке 9 апреля и предыдущее видео о ситуации в алании 9 апреля и помните в том видео я вам говорила о том что я не понимаю почему на улицах столько народу почему на рынке люди без масок в общем к чему это все привело к тому что 10 апреля вечером правительство выступила с постановлением о том что два дня пока что два дня мы все должны сидеть дома но поскольку мы являемся журналистами то мы входим в список граждан которые имеют право выходить на улицу поскольку мы освещаем жизнь в городе у нас есть я уже говорила об этом и сайт новостной и также печатная газета которую сейчас естественно не выходит а все новости публикуются только на сайте мы состоим в ассоциации журналистов алании уже много лет и я и айхан и поэтому мы имеем право выезжать и освещать ситуацию в городе в стране в общем все что происходит на данный момент поэтому одновременно с тем как мы собираем различные новости я снимаю для вас и вот эти вот видео поэтому сейчас мы с вами поедем в ближайшую пекарню и я расскажу вам подробнее о том что же происходит в городе и именно какие категории граждан имеют право выходить на улицу ну а сейчас как я уже сказала смотрите видео с рынка самое главное конечно же вас интересуют цены цены не поменялись сезонные фрукты овощи все по нормальным ценам поэтому посмотрите что сейчас продается на рынке по каким ценам а далее вы увидите что происходит что происходит в городе и на дорогах показываю вам в очередной раз видео с нашего балкона погода сегодня просто потрясающе машин немного но все-таки ездит я думала что звука машин не будет слышно вообще утром машин не было слышно вообще а было слышно только пение птиц запрет на выход на улицу начался 10 апреля и будет длиться до воскресенья до 12 ночи и поскольку друзья запретили выходить на улицу абсолютно все вот я сейчас перешла на другую сторону нашей квартиры и я вижу что люди сидят на балконах сзади меня люди сидят на балконе загорают на других балконах в соседнем здании дети играют и чуть дальше тоже в пентхаусе люди сидят на балконе и загорать в общем как я уже сказала выходить запрещено абсолютно всем кроме определенных категорий граждан но организована доставка хлеба организована доставка медикаментов и сейчас открыты только аптеки и пекарни все остальное закрыто есть несколько заправок которые работают в алании в общем до воскресенья вечера полный запрет на выход из квартир посмотрим что будет воскресенье будем ждать выступление либо министра иностранных дел либо президента и посмотрим что будет происходить после воскресенья поэтому если вам интересно интересен еще тот вопрос что происходило в алании до сегодняшнего дня смотрите мои предыдущие видео и в предыдущем видео я ответила на ваш вопрос на многочисленные о том что будет с туризмом когда откроет сезон и что сделать с турами и так далее поэтому смотрите это видео она будет вам очень очень полезным но сейчас не буду больше вас задерживать отправимся на рынок точнее смотрите видео с рынка которая была снята 9 апреля на рынке все как обычно мы покупаем все самое необходимое но конечно же бананы бананы семь с половиной есть апельсины апельсины 2 лиры лимоны лимоны 5 лет нам нужны помидоры помидоры 2 лиры если говорить о ценах цены не поднялись сезонные цены здесь кабачки 4 лиры и огурцы 2 лиры помидоры тоже 2 лиры перец 10 лир баклажаны 2 лиры и и 250 огурцы помидоры 3 с половиной лиры помидоры 3 с половиной лиры семечки орехи инжир 50 лир грецкий орех 90 килограмм чищенный не чищенный 35 но кстати очень классный много всяких разных сухофруктов курма идем дальше перец помидоры бычье сердце 250 цены прекрасные недорого морковь 3 лиры маленькие дыни появились уже 5 лир и клубника клубника всего 5 лир сейчас возьмем 3 килограмма продаются ада чая до чай 2 лиры лиры 50 и вот такие вот красивые цветы полагается конечно же яйца сыр и оливки яблоки почему нас яблоки возьмем и зеленых и красных яблоки по 4 лиры яблоки 4 лиры эти яблоки помельче 3 лиры напишите какие вы любите яблоки я люблю зеленые даже не вот такие красные желтые прям супер супер зеленые кстати самый вкусный это вот эти вот яблоки купили яблоко их он любит красное я люблю вот такие вот либо супер зеленые сейчас посмотрим что тут есть еще обычно на рынок торговцы приезжают вот на таких машинах они очень удобно открываются все все в ящиках здесь продают зеленые бананы кстати где-то читал что зеленый банан тоже очень полезны апельсины конечно же торговцев не так много на рынке что это зеленый миндаль и едят его соли друзья кстати кто любит напишите в комментариях я не люблю перец 7 лир но вот айхан очень любит и прям с удовольствием его есть оливковое масло оливки лук что тут у нас еще яблоки две с половиной лиры в общем для этого сезона все самые стандартные фрукты и овощи здесь продают остатки тыквы яблоки и груши вот эти вот груши очень вкусные вот эти вот дыни на когда кило 15 лет и вот эти вот дыни из куму луджи в куму джи мы кстати были с вами а арбузы 8 лир килограмм но это не местные арбузы местные арбузы через месяц будут только через месяц поспеют грейпфрукты 3 лиры картофель 350 лук мелкие 250 не за что вам спасибо клубника и вот такие вот мелкие дыни какие сейчас фрукты на рынке являются сезонными конечно же бананы апельсины отходят сейчас как вы видели уже появляются груши арбузы дыни клубника сейчас в алании круглый год ну и конечно же сейчас такое межсезонье и скоро уже будут персики абрикосы все самое вкусное ну и конечно же мои самые любимые нектарины а так в алании круглый год много всего свежего и вкусного и их можно есть сезонные фрукты готовить из них салаты супы тушить варить в общем все что хотите мы завершили все наши покупки на рынке и сейчас отправляемся обратно народу достаточно много поэтому мне здесь не очень комфортно странные ощущения честно говоря но я все-таки решила выйти и снять это видео для вас купили лимон лимоны 6 лет и как я уже сказала отправляемся обратно домой мы выехали из нашего дома вы только что видели что было на рынке 9 апреля и что было в городе 9 апреля смотрите предыдущие видео ссылка в описании сейчас мы выехали из нашего дома и отправляемся в сторону пекарни посмотрим что происходит в пекарни и конечно же узнаем куда хлеб развозят как развозят в общем каким образом происходит покупка и распространение хлеба и других другой выпечки в алании на дорогах как вы видите никого нет только одинокий мотоциклист и как я уже говорила выходить на улицу разрешено только тем кто есть в списке в том числе и пресса ну и конечно же тем кто работает в пекарнях в аптеках и так далее как мы видим заправка закрыта и под прошлым видео меня просили показать цены на бензин поэтому мы специально здесь остановились чтобы показать вам цены на бензин на сегодня на 11 апреля двадцатого года вот вы видите газ стоит 2 99 и разный бензин 5 52 5 56 5 33 95 стоит 5 33 умножайте по курсу сколько стоит лира смотрите на экране их умножайте по курсу погода как вы видите сегодня очень хорошая теплая и прошлом видео я вам говорила о том что было очень много народу и я не понимала почему так происходит потому что люди должны были сидеть дома по предписанию правительства но люди почему-то они закрывали свои магазины и сидели на улицах около своих магазинов и так далее то чтобы и было на рынке вы тоже видели в масках очень много мало народу было и на данный момент на два дня правительство вело жесткий карантин выходить на улицу запрещено абсолютно всем кроме вот этого вот списка людей которые не могут не выходить которые обеспечивают безопасность работают в аптеках на почте в пекарнях и так далее также журналистами право выходить и правительство вело жесткие меры чтобы люди сидели дома два дня поэтому мы выехали чтобы делать новости и заодно для вас также снимаю это видео сейчас мы приехали в одну из пекарен которая находится в обе вот сюда как я понимаю подъезжают машины которые развозят хлеб по домам по разным маленьким магазинчиком как мы видим пекут хлеб здесь на дровах и и вот так вот выглядит эта пекарня эта пекарня открыта семь дней в неделю в 24 часа и входить можно только в масках как вы видите на улицах нет не только пешеходов но и транспорта и согласно заявлению министерства внутренних дел запрет выходить на улицу вступает в силу ночью 10 апреля 20 года и продлится до 24 часов 12 апреля также 20 года и граждане которые могут выходить на улицу несмотря на ведение запрета выхода из дома до 24 часов 12 апреля следующие категории руководители должностные лица или сотрудники открытых офисов учреждений сотрудники великого национального собрания те кто отвечает за обеспечение общественного порядка сотрудники центра экстренных вызовов те кто будет выполнять и участвовать в похоронах своих родственников электричество вода природный газ телекоммуникации то есть те кто отвечает за обслуживание систем снабжения те кто отвечает за внутренние международные перевозки те кто работает в газетах радио и телевизионных организациях сотрудники центров социальной защиты сотрудники почты металлургическая промышленность то есть учреждения таких секторов как печи холодильник камеры и так далее работники занимающиеся уборкой сельскохозяйственной и животноводческой продукции транспортные средства занимающиеся распределением хлеба те кто назначены на донорство крови и плазмы под руководством козылай все остальные граждане должны оставаться в своих домах за исключением граждан которые указаны выше поэтому до 24 часов 12 апреля все граждане турции обязаны оставаться в домах все необходимое можно заказать по телефону и по интернету и все необходимое будет доставлено до порога вашего дома покажу вам еще раз вид с нашего балкона жизнь есть народ сидит на балконе пьет чай загорает погода опять повторяюсь в который раз сегодня очень хорошая вот там вот бегают дети и с той стороны в пентхаусе на самом верху народ загорает отдыхает в общем каждый держится как как может нам конечно же повезло потому что я говорю всегда что в Алании очень ярко солнечно зелено и поэтому карантин мы переносим как то более спокойно ну точнее не мы а люди которые здесь живут ну а вы пишите в комментариях как вы переносите карантин чем занимаетесь где в какой стране живете в каком городе обязательно пишите будет очень интересно какая у вас ситуация нашу ситуацию я думаю что вы поняли если вам нужны какие-то конкретные данные пожалуйста заходите на сайт министерства здравоохранения и в фейсбуке также есть вся информация по поводу распространения болезни и я надеюсь что в скором будущем все это закончится и мы заживем прежней жизни но друзья как вы понимаете прежней жизни мы уже не заживем потому что также сегодня в комментариях было обсуждение о том что скорее бы все это закончилось что будет со всеми нами на самом деле друзья я придерживаюсь той точки зрения что мир уже не будет другим после этой пандемии потому что люди долгое время провели дома и они поняли что можно жить совершенно по-другому можно работать дома учиться дома можно заказывать продукты домой можно развиваться заниматься спортом тоже дома поэтому посмотрим к чему все это приведет ну и конечно же многие люди поняли что счастье не в шмотках не в дорогущих вещах не в понтах а в здоровье самое главное это здоровье если у вас нет здоровья то никакие дорогие шмотки драгоценности и так далее вас не спасут конечно же куда тратить свои деньги это личное дело каждого я всегда говорю о том что позвольте другим людям быть другими такими как они хотят распоряжаться своей жизнью своими деньгами своими ресурсами так как они считают нужным потому что это их личное дело они в вашу жизнь не лезут поэтому вы если комментируете жизнь других людей то мне кажется это нужно делать наиболее корректно и конструктивно и не в в плане односторонней критики а в плане конструктивного интересного диалога с целью научиться чему-либо друг у друга ну для меня это всегда самое главное поэтому друзья смотрите видео не только мои внимательно относитесь друг к другу друг к другу с уважением и все будет хорошо я с вами прощаюсь из вот такой вот солнечной лани желаю вам всем здоровья голубого неба и яркого солнца всем всего хорошего всем пока пока